И обязательно между вот этими ограничителями делать ускорение, либо вы не сможете просидеть круг. Сыграл 256 игр в НХЛ. В 2003 году вышел на лед в составе сборной России на чемпионате мира. Сейчас полученные знания и опыт Иван Новосельцев передает новому поколению хоккеистов в спортшколе Одинцова. Уверен, главное для спортсмена – характер и дисциплина. Чтобы чего-то добиться, в первую очередь, это должна быть дисциплина во всем. Не только на льду, но и в быту, в школе, везде. И, конечно же, характер. Без этого никак. Впрочем, характер можно выработать, дисциплину привить. Этим и занимаются тренеры отделения хоккея спортшколы Одинцова. Сегодня на льду спортсмены 2005 и 2006 годов рождения. После выходного по плану нагрузочная тренировка. Отточить технику катания и владение шайбой, игра и пробежка. За час одинцовские хоккеисты успевают все. К слову, на лед они уже выходят в тонусе после занятия по общей физической подготовке. И так, шесть дней в неделю. У нас ребята занимаются хоккеем в 13 возрастных группах. Самые старшие – это 2003 год рождения. Самые младшие – 2015 год рождения. Общее количество детей на хоккее – это 450 человек. Занятия начинаем мы в 7 утра, заканчиваем в 20.30. И так ежедневно. Еженедельно команда Одинцовской спортшколы «Армада» участвует в 15 календарных играх. На этой неделе хоккеистам 2006 года рождения предстоит скрестить клюшки дважды. У нас команда сыгранная хорошо. То есть, каждый поможет, каждый поддержит. Ну и играем мы тоже сплоченно. Сыгранность команды – заслуга тренера Алексея Погонина. Секрет прост – нужно найти подход к каждому спортсмену. А вот это уже совсем непросто. У кого-то надо похвалить, кого-то наоборот поругать. Потому что они все разные, правильно вы сказали. Ну и где-то запрещаем, чтобы до игры, если мы едем на выезд в автобусе, чтобы они не пользовались гаджетами, телефонами, чтобы мозги у них чуть отдохнули. О яркой игре и громких победах мечтают многие мальчишки. Спорт в школе Одинцова им готовы дать все, что для этого необходимо – технику, тактику и силу. Остальное – в руках самого спортсмена. Ведется набор 2015 года рождения. Также мы дополнительно открыли набор детей 2014 года. Они уже занимаются в два года, поэтому ждем также детей на просмотр приходить. И с начала этого года, в сентябре учебного года, будем набирать детей 2016 года рождения. Профессиональным спортсменом станет не каждый, но тренеры знают – успеха добьется лишь тот, для кого хоккей. Это даже не образ жизни. Это не образ жизни, это жизнь. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.